Максим Волчков теперь один из молодых сотрудников производственного объединения «Старт». В этом году юноша заканчивает обучение в Зареченском технологическом институте по специальности радиоаппаратостроения и уже нашел свое место работы. При поступлении в ЗТИ Максим о будущем трудоустройстве не задумывался, просто хотел заниматься любимым делом. С детства, не знаю, любил конструкторы собирать и пошло как-то. На физике были у нас схемы всякие в школе, они мне легко давались, сборка вот эта вот. Ну и дальше просто электроника это какое-то такое основное ведущее направление, скажем так, ну и пошел уже сюда. А здесь преподаватели заинтересовали. Во время учебы Максим неоднократно подтверждал полученные знания. Он победитель регионального этапа Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства обучающихся. Лауреат внутривузовского турнира «Триумф» в номинации «Интеллект года». В марте 2021-го стал бронзовым призером 8-го открытого регионального чемпионата Пензенской области «Молодые профессионалы» в номинации «Электроника». Во время производственной практики Максим познакомился с градообразующим предприятием и решил здесь остаться. Теперь он трудится на заводе полный рабочий день. Пока юноша работает под руководством наставника. Для всех новых сотрудников на производственном объединении «Старт» одинаковое правило. Три месяца дается на знакомство с профессией, затем первый экзамен, получение разряда и после этого самостоятельная работа. В случае с Максимом, говорит мастер 8-го цеха, этот срок может быть сокращен. Сейчас цеху нужны слесаря-сборщики. Конечно, очень бы хотелось специалистов именно такого плана, имеющих базовые знания, желательно с техникумой. То есть его не нужно теоретически готовить, он уже многое знает, многому может научиться сам. Ну, за ним достаточно закрепить опытного наставника, чтобы он уже через, ну даже, наверное, не через три месяца, скорее всего, он будет готов уже меньше через месяц выполнять определенные работы. В прошлом году 15 студентов Зареченского технологического института после окончания обучения поступили на работу на градообразующее предприятие. Но здесь готовы принять не только выпускников. Студентов последних курсов тоже охотно трудоустраивают. У нас существует обязательно прохождение практики на нашем предприятии, и это очень важно, потому что на этапе обучения в техникуме уже, получается, студент имеет представление, чем занимается наше предприятие. Мы получаем резюме и с радостью работаем с студентами, которые еще заканчивают на последних курсах, либо уже с дипломированными специалистами, поэтому для нас это актуально и важно. Мы заинтересованы в молодых специалистах, у нас разработана программа поощрения молодых специалистов. Нацеливают студентов на трудоустройство на предприятиях города и педагоги Зареченского технологического института. С первого курса знакомят не только с выбранной специальностью, но много рассказывают о производстве в Заречном и области, условиях работы, карьерном росте, необходимых профессиональных качествах. Студенты ПенсГТУ и всех его филиалов – не только слушатели, но и активные участники различных конкурсов, олимпиад, состязаний. Причем интересы юношей и девушек не ограничивают только учебной программой. Им предоставляется все необходимое для проведения исследований, которые потом часто становятся основой дипломных работ. Талантливым студентам колледжей всегда предлагают продолжить обучение и получить высшее образование. Наш университет всегда славился тем, что поддерживал такую опцию, как непрерывное образование. И после именно колледжа, нашего Зареченского технологического института, все талантливые студенты, все люди, которые хотят продолжить свою карьеру именно на более высоком уровне, они поступают на высшее образование и уже приходят в наши предприятия готовыми и высококвалифицированными инженерами. Студент ЗТИ Максим Волчков после защиты своей выпускной работы и получения красного диплома планирует поступать в ВУЗ. Со специальностью пока окончательно не определился, но точно знает, что будет учиться заочно и работать на производственном объединении «Старт». Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».